Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, прежде всего хотелось бы выразить благодарность докладчику за очень содержательный и уравновешенный доклад, в котором даны основополагающие принципы нашей и сегодняшней, и будущей деятельности. У меня не было намерения выступить, однако есть необходимость ввести некоторые поправки исторического характера. В частности, вчера было сказано, что территория Нагорно-Карабахской республики, да и Ереван, столица Армении, это исконные азербайджанские земли. Подобное высказывание, конечно же, бросило меня в уныние. Я мысленно представил, как бы себя почувствовали великие историки древности Геродот и Ксенофон, услышав такое. Ведь в их же фундаментальных трудах, как и трудах их последователей, добросовестных историков, доподлинно написано, когда образовалось Армения, Армянское царство, сколь долго оно просуществовало, какие историко-культурные ценности, которые причислены к самым, что ни на есть, шедеврам мировой цивилизации находятся на территории нашей страны. Более того, удивился бы очень и очень сильно великий французский живописец Жан-Батист Симеон Шарден, который еще в XVIII веке написал свои шедевры, портреты, на которых изображены площади улицы Еревана, и что очень существенная деталь христианские церкви, катовики и прочее, их с десяток, что-то не думается, чтобы город, в котором не было мечети, в XVIII веке стал бы строить церкви. Ну, суть важна. Меня, конечно же, встревожило и то, когда была упомянута Ходжалинская трагедия. Я не хочу ворошить прошлое. Это позор не только здесь сидящих, но и всего мира, что стало возможным в XX веке такое. Но есть небезызвестная статья, датированная 1992 годом, интервью чешской, очень добросовестной корреспондентки Мазаловой у тогдашнего лидера Азербайджана Аяза Муталибова, где последний четко говорит, что армяне оставили мирный коридор для выхода оттуда азербайджанских граждан. Однако, увы, это Муталибов говорит, не Аташес Герман, увы, кому-то было выгодно в обязательном порядке убить мирных азербайджанских граждан, чтобы потом свалить все это на действующие власти Азербайджана. И это было инициировано со стороны, соответственно, Народного фронта Азербайджана. Но не в этом суть. Суть совершенно в ином, что и сегодня здесь продолжаются бурные дебаты относительно того, что приоритетнее, что важнее. Принцип права народов на самоопределение или принцип территориальной целостности. И эта болячка, она всегда будет сопровождать нас до тех пор, пока все это подкрепляется сугубо геополитическими интересами и геополитическими целями. Армянская делегация на Генассамблею ООН не поддержала резолюцию против России, дескать, Россия аннексировала Крым. Ничего подобного не было. Крымский народ воспользовался правом своего самоопределения и влился в свое историческое лоно, влился в Россию. Из-за Крыма было несколько войн, в том числе и русско-турецких. Вот турецкие коллеги не дадут соврать. И всегда Крым относился к России. И сейчас эти кощунственные заявления относительно того, что в Крыме хуже живут, они не соответствуют действительности по той простой причине, потому что в разы, значит, повысилась зарплата, пенсии повысились. Армения защищает этот вопрос, потому что она тоже столкнулась с аналогичной проблемой в вопросе самоопределения Нагорного Карабаха. Нагорно-Карабахская республика состоялась. И если сейчас взывают к мощи и к силе той или иной сверхдержавы, это по той простой причине, что нет уверенности, что в случае восторжествования международного права что-то может измениться. А на сегодняшний день Нагорно-Карабахская республика, демократическая страна, демократическое суверенное государство, что подчеркивают все посетители Нагорного Карабаха, будь то из Совета Европы, будь то из ОБСЕ. И они считаются в дальнейшем персонами нон-грата в Азербайджанской республике. Это и хорошо. Мысль, докончу. А регламент не был установлен, и сейчас прерывается на полусловии. Я понимаю переживания уважаемого Азая Гулиева, но правда всегда колет и режет слух. Правда, она всегда режет ухо. И вот не пускают посещаться Нагорно-Карабахскую республику, потому что они там узнают, что народ живет в подлинно демократической стране. А уровень свободы и славы мы можем... Спасибо за внимание. Спасибо. 30 секунд не прошло, прошло 17 секунд. У вас время бежит, это хорошо. Но жить будете короче. Спасибо. 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 У нас много времени. У нас много времени. У нас нет времени. Поэтому, извините. Спасибо. Итак, господин и господин, я...